Он геймер, и у нее черные волосы, она топовый. Всем привет, ребята, меня зовут Маша, добро пожаловать на мой канал. И сегодня я снимаю вторую часть челленджа «Угадай блогера по смайлу». Если вы не видели первую часть, обязательно посмотрите, потому что видео получилось мега позитивным и веселым. Ссылочку на видео вы найдете в описании, либо можете просто кликнуть по подсказке сверху. Ну а на этот раз я буду переписываться с Денисом, и сначала я ему буду загадывать блогера, а он будет пытаться его отгадать, а затем, наоборот, уже блогера будут загадывать мне, и я его буду пытаться отгадывать. Но прежде чем мы начнем, подписывайтесь на мой канал и ставьте большой пальчик вверх под этим видео. А также не забывайте про мои социальные сети, это Инстаграм и ВКонтакте. Добавляйте ко мне ВКонтакте в друзья и подписывайтесь на мой Инстаграм. Ну а теперь пришло время начинать, поехали! Ребят, поскольку мне Денис не смотрит каких-то лайфстайл блогеров, либо там бьюти-блогеров, он, естественно, не смотрит, я ему загадаю техно-блогера, я надеюсь, что вы его тоже знаете и будете отгадывать его вместе с Денисом. Ну что, погнали! Я ему отправляю первый смайл, и по этому смайлу он должен понять, что это... Ну вы сейчас сами все увидите, и... Так, вроде бы... Блин, какого цвета у него волосы? Я не помню. Правильно, по-моему, темненькие. Такой темные будут. Не, ну здесь понятно, что это парень, либо мужчина, как бы, все элементарно просто. Фу, это парень. Ну, ес, это он. Я ему сразу же пришлю следующий смайлик, который будет обозначать одно, то, что он... Вот такой вот, вот он, пончик. Пончик. Ого, он любит пончики? Ну, наверное, да. Ну, может быть. Я ему напишу, что может быть. Или он толстый. Любит пончики, или он толстый? В общем, он любит пончики, и из-за этого он толстый. Короче, я напишу, что он пухлый. Да, пухлый парень. Он, наверное, подумает, что я ему его загадываю. Но он же у меня не блогер. Следующий смайлик будет... Компьютер, означающий то, что он снимает обзоры на различную технику. Я надеюсь, что Денис с помощью этого смайлика поймет. Почему он не шлет смайлики девочке, кричащей? Он геймер? Нет, мне кажется, что он вроде бы не геймер. Он вроде только обзоры снимает. И как бы нет, он не геймер. Он обозревает технику. Ес! Он понял, он это понял. Денис, я в тебя верила, ты молодец. Да, Зая. Но вот сейчас он точно уже должен догадаться. Я ему пришлю телефон, чтобы вот прям уже наверняка сразу наповал его сразить тем, что... В общем, вы меня поняли за том, чего вы смайлики. Да блин, это уже легко. Ага, я уже понял, что он обозревает технику. Блин, Зая, ладно. В общем, это тебе точно должно помочь. Этот блогер очень сильно любит технику от компании Apple. Мне кажется, он просто на нее молится серьезно. Поэтому я ему пришлю яблочко. Только не знаю, какое зеленое или красное. Какое будет красное. Окей, кажется, я знаю, кто это. Интересно. Интересно, он мне сейчас сразу все карты выложит? Это... Это Вилчес Саком. В общем, он понял, кто это. А, да, это Вилчес Ком. Вилчес Ком. Еее, круто. Еее, еее, еее. Если честно, я верила в Дениса. Ну как, я в него всегда верю. Но сейчас я в него особенно верила. Мне просто безумно интересно, кого он мне сейчас загадает. Потому что мы с ним смотрим, ну, абсолютно разные каналы. И он, мне кажется, вообще не знает никаких блогеров, которых смотрю я и знаю. Я больше не знаю никаких блогеров, которых он смотрит. То есть, если он мне сейчас загадает какого-нибудь очередного техноблогера от себя, то, мне кажется, я его стопудово не отгадаю. В общем, ладно. Сейчас посмотрим, что он мне загадает. Погнали. Так, он мне пишет, сейчас я? Да, Зай, давай. Короче, ребят, смайлик с девочкой, которая себе подстригает волосы. Она парикмахер? А-а-а. Может быть, она типа волосы обстригла? Ну, может, в душе. Может, в душе. Отлично. Отлично. Блин, я забыла уточнить вообще, девочка ли это. Ну, блин, судя по смайлику, это стопудовая девочка. Он мне пишет, что нет, у нее не короткая стрижка. Но он до этого мне скинул предыдущий смайлик, который показывает губы. Но мне кажется, что губы... Она бьюти-блогер. Или у нее силиконовые губы. Что еще могут означать губы? Вот вы как думаете? Либо она бьюти, либо у нее губы. Что такие? Да, она бьюти-блогер. Бьюти-блогер, у которого есть собака. Надо уточнить, черные ли у нее волосы у самого блогера. И у нее есть собака, потому что, блин, он мне скинул просто смайлик собаки. Это Катя Клэп. Блин, ребята, он меня просто окончательно запутал. Это бьюти-блогер. Это не Катя Клэп. У него есть собака. И он типа топовый бьюти-блогер, потому что этот смайлик обозначает как бы лишь одно, что он топовый. И какие у вас предположения? Напишите в комментариях. Я что-то, если честно, немного запуталась и не могу вспомнить никакого топового бьюти-блогера с собакой. Четыре миллиона на моем канале. И это точно не Мэри Сэн, потому что у нее два миллиона на моем канале. Вернее, у нее на канале, у меня пока нету двух миллионов, но ничего, я думаю, скоро времени будут. И у нее черные волосы, она топовый. Ребята, ребята, мне кажется, я... А у нее есть четыре миллиона на канале. В общем, мне кажется, что это единственный мой вариант, который вообще у меня может быть, что это Маша Вэй. Эй, с вами снова Маша Вэй. Ну, больше у меня вообще нет никаких вариантов. Вот серьезно. Так, он мне шлет вот такие задумчивые смайлы. Походу нет, походу я не угадала, тогда я не знаю, кто это. Блин, кто это тогда? Да, правильно. Зачем он меня мучил так долго специально? Вот засранница. Зая, блин, вообще. Нормально, вон, не знаю, я такого блогера подготовила вообще. Это сложно было, вот серьезно. Это прям было сложно. Я до последнего вообще не понимала, кто это я. Кроме вариантов, как Маша Вэй в конце, у меня вообще абсолютно не было. Правда, я сначала думала, что это Кайти Клэп. Ну, ладно, в общем, круто я справилась с этим заданием вообще. Очень классно. Обязательно напишите в комментариях, справились ли вы с этими блогерами. Угадали ли вы их, если да, то каких, если нет, то почему вы их не отгадали. Мне будет очень интересно почитать. Да, не забудьте написать, отгадали вы этих блогеров или нет. Потому что, блин, вот Маша Вэй, это реально было очень сложно. Я совсем забыла, что у нее есть Татоша. И он мне даже смайлик Пуделя прислал, который прям напоминает Татошу. Блин, вот я вообще капец. Ребят, если вам понравилось это видео и вы хотите еще больше подобных видео и челленджей на моем канале, то вы знаете, что нужно сделать. А если нет, то я вам сейчас напомню это. Поставить большой пальчик вверх под эти видео. Написать в комментарии, что да, Маша, давай еще больше снимай подобных челленджей. И да, не забудьте написать ваши варианты, как можно загадать какого-нибудь блогера. И, возможно, в одном из следующих видео я выберу именно этого самого блогера. Но ваш комментарий попадет ко мне в видео. Ну, а на сегодня это все, ребята. Я вас очень сильно всех люблю. Увидимся с вами в новых видео. И до скорой встречи всем. Пока! У-ху-ху!